И снова мы немножко отвлекаемся от нашего мейнстрима, от наших регулярных игр. Нашего седьмого, слава тебе, господи, сезона. Просто мы не могли не откликнуться на замечательное мероприятие, которое проводило Гомельское региональное управление МЧС. Это областной брендинг за безопасность. Победители и призеры этого чудного мероприятия сегодня перед нами. Слева от меня, возле синих шарфов, чемпион команда Никиты Привалова, команда лицея при Гомельском инженерном институте МЧС Республики Беларусь. Чемпионы! И призеры великолепная команда Анны Лебедевой из Агрогородка Красная. Неудивительно, что они в красных шарфах. Ну, шарфы мы не надеваем, потому что форма, потому что красиво, потому что и так хорошо. Кстати, команду Никиты Привалова опекает, любит и тренирует майор Руслан Дитков. А с девочками из Красного, с команды Анны Лебедевой, работает в отряде юных спасателей пожарных, их вина Иванова Праля. Спасибо ей. Ну, а раз мы уже благодарим тренеров, то я не устаю, не устаю кланяться, не устаю снимать шляпу перед Гомельским областным исполнительным комитетом и телерадиокомпанией Гомель, которая, собственно, организует и поддерживает нашу передачу. Спасибо им. Итак, наша уникальная территория для школьников, вроде пятерки, сегодня очень серьезно берется за безопасность. Тема соответствующая. Итак, внимание, начинаем мы, как вы помните, наше правило, с блеф игры. Нужно ответить да или нет. Буду пытаться вас запутать, но вы не бойтесь. Итак, капитан команды МЧС, лицея Никита Привалов, кто у вас пойдет на блеф игру? Пойдет Анатолий. Анатолий Анна Лебедева, кто у вас? У нас пойдет Виолетта. Итак, о, Виолетта, это серьезный человек. Анатолий против Виолетты, вперед! Верите ли вы, что, знаки эвакуационных выходов могут быть только зеленого цвета? Да. Да. Да, конечно. Даже в нашей студии где-то горят таблички зелененький выход. Это если что. Поехали. Верите ли вы, что водный раствор гидроксида аммония принимают внутрь приопорок? Виолетта? Нет. Да, только нюхать можно, только нюхать внутрь, ни в коем случае. Браво! Верите ли вы, что в устьях речек и ручьев лед всегда ненадежен? Нет. А нужно верить, вот в устье лучше не входить там, где сталкиваются два водных потока, там водовороты завихрений и лед очень ненадежный. Запомните это на всю жизнь. Играем. Верите ли вы, что несъедобные грибы можно определить на вкус, они горькие? Верите ли? Да. Не пробуйте никогда этого делать. Нельзя пробовать на вкус грибы любые. Съедобные и съедобные можно проснуться даже не в больнице, а проснуться уже там где-то, наверху. Играем. Верите ли вы, что клещи нападают на человека с высоких кустов и деревьев? Фальстар у вас. За этим очень строго следит наш электронный судья. Верите, у вас есть шанс? Да. Это всеобщее заблуждение клещи. Они не нападают с высоких кустов, они в высокой траве и в нижнем этаже растительности не более метра. Так что нужно одеждой защищаться в основном снизу, но и сверху тоже ничего. Итак, внимание, после блеф игры у нас счет равный. 5-5. Хорошо, начали. Дуэль играем. Внимание, темы нашей дуэль игры. Азбука безопасности. Чрезвычайные ситуации. Сказка, ложь. В ней намек тоже на счет безопасности. Спасатели в истории. И пятый бой. Внимание, это сигналы оповещения и все, что вокруг них. У вас есть 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Вперед! Итак, обращаясь к Никите. Никита Привалов, лицей МЧС. Азбука безопасности. Кто знает азбучные истины в вашей профессии? Пойду я. Хорошо. Анна? У нас пойдет Юлия. Итак, Никита против Юлии. Вперед! Итак, азбука безопасности. Внимание, каждый правильный ответ. Это 5 очков. Но бойтесь фальстартов. Внимание. Чтобы избежать наподдения собаки, лучше вообще ее не трогать. Но особенно не следует тревожить животное время сна или... Да? Еды. Или еды. Браво! 5 очков. Если вы видите, что здание рушится, лучше отбежать в сторонку. Но точно безопасное расстояние от рушащегося здания равно его... В высоте. Отличный ответ. Чтобы избежать лесных пожаров, лучше не делать этого в лесу в теплую и сухую погоду. Особенно ветреную. Разжигать костер. Браво! Чтобы сократить до минимума вероятность укуса ядовитой змеей, нужно в лесу считать ядовитой змеей... Какую змею? Любую. Любую. Браво! Ну, если вы видите, что в транспорте стоит одинокая бесхозная сумка, портфель, сверток, игрушка, что с ними нельзя делать? Юля? Подходить к ним близко. И вот и близко, и трогать нельзя, открывать и так далее, и так далее. Лучше сразу же оповестить об этом сотрудникам правоохранительных органов и вообще кого бы то ни было, кто может с ними разобраться. Великолепно! 15-20! Вот так, Юля! Вот так игра! Великолепно играем! Играем чрезвычайные ситуации. Второй бой. Никита, кто играет? Евгений. Евгений, прекрасно. Анна? Виолетта. Это второй выход Виолетты. Вперед! Евгений против Виолетты. Евгений, простите, а вот что у вас за медаль на грудью? Заслужение Родине с детства. Браво! Итак, чрезвычайные ситуации. Он – это ледяные осадки, а она – это слой льда на земле. Но звучат похоже. Да. Гололёд и гололезица. Браво! Отлично! Гололёд падает с неба, а на гололедице уже падаем мы. Играем. Она – это основная причина пожара в тайге. Виолетта? Ель. Ель? Да нет, не согласен. Евгений? Три, две, одна. На самом деле удар… Все, извините, я не имею права принять. На самом деле это удар молнии. Она – это молния тайга. Там редко ходят люди, как у нас в пригородах. У нас обычно все горит от людей, а в тайге от удара молнии. Идем. Дальше. Это органическое вещество. Чаще всего упоминается, когда говорят о подземных пожарах. Фальстарт у вас, Евгений. У Виолеты появился шанс. Три, две, одна. Это торф, торфяные пожары. Вот, Вита. Просто вы… Ну, поддержите ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Собрать разлившуюся ртуть в стеклянную банку. Можно даже при помощи бумаги и хлебного мякиша. А вот они при этом нужны обязательно. Да. Сухими. Они нужны сухими. Это по-грузински. Сухими нужны обязательно. Виолета, у вас есть шанс? Они – это что? Тишина? Три, две, одна. Ребят, только в перчатках, только в изолирующих перчатках можно это делать. Потом в банку с водой и прикрыть плотно крышкой. Вот только так собирать ртуть. Но лучше, конечно, вызвать МЧС. Играем. Именно такой чай рекомендуется давать пострадавшему от теплового удара. Какой? Виолета. Холодный. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж. 25 красное, 20 лицей МЧС. Следующий бой. Никита, главный сказочник у вас кто? Максим. Максим прекрасно, а у Анны? Я. Итак, Максим Прониванный, вперед. Играем. Итак, сказка ложь. Но в ней намек. От этого бедствия спасал зайцев старый мозаик. Да. Наводнение. Конечно. Слушайте, зайчики, деда Мазая. Максим, вы сравняли счет. Треснул лед, река пошла, и старушка поплыла. Спасательно назовите. Опа. Кузьма. Кузьма. Ой. Понятно. У соперника есть шанс. Макс. М? Степа. Кто? Степа, да, Степа. Так Степан и спас ее. И корзину, и белье. Браво. Это стихи Михалкова про деду Степу. Хорошо. Успел. Она не спряталась в убежище, как это полагается, при урагане. Поэтому ураган и унес ее в страну Оз. Да. Дороти. В отличный ответ. Элли я бы не принял ни в коем случае. Потому что Элли унесло в волшебную страну, а Дороти именно в страну Оз. Ну, хотя девочки похожи, даже собачек у них зовут одинаково. Татошка. В этой сказке у печки был персидский ковер, а не топочный лист. Потому дом и погорел совсем добром. Да, Анна? Переполох. Переполох неправильно. Тихо. Кошкин дом. Кошкин дом, конечно. И заканчиваю. Она потушила горящее море в стихотворении «Путаница». Да. Бабочка. Бабочка прилетала, крылышками помахала, стала в море потухать и потухла. Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ 40-30. Максим выводит команду лица МЧС. Вперед, а у нас следующий бой. Спасатели в истории. Никита, кто у вас с телем? Александр Македонский. Было бы трудно подобрать более подходящего игрока для такой темы. Браво. Анна у вас? Нас Карина. Итак, Александр против Карины. Вперед! Александр, я понимаю, что Александр, конечно, герой, но все-таки девушка против вас. Итак, внимание. Первый вопрос. Пароход Карпатия первым прибыл на место этого знаменитого кораблекрушения. Со спасательной миссией, разумеется. Какое самое знамитое еще кораблекрушение, вы знаете? Три, две, одна. А Ди Каприо там еще, говорят, погиб этот Титаник. Ну, знали ведь, чего вы боитесь? Не бойтесь. Играем. Но, заметьте, что вот железная выдержка у лицеистов, железная выдержка у девочек из отряда юных спасателей. Никто не подсказал. Хотя Ди Каприо у всех просто вот так вот стоял перед глазами, когда он погружается в ледяную бездну, а следом за ним летит алмаз. Играем. Первым МЧС-овцем, первым МЧС-овцем шутку называют этого библейского старца. Да. Прометей? Прометей, это не библейский старец, это из греческой мифологии. Прошу вас. Да. Саша. Нет, Диана. Нет, Диана. Когда был потоп, мужик спасал всех на своем ковчеге. Первый спасатель. А вот Прометей, это как раз наоборот. Он огонь принес, и вот теперь с потомками Прометея борются ваши коллеги. Играем. И еще в древности они спасали тонущих в Средиземном море. Они не люди, а кто? Дельфины. Браво! Этот человек, первым побывавший на Южном полюсе, погиб в Арктике при попытке спасти экипаж-дирижабля Италия. Итак, кто же у нас первым побывал на Южном полюсе, а потом нас, смотрите, латом отправился спасать, а так и не вернулся. Руал Амунсон, запомните, теперь вы это знаете. Играем. И заканчиваем. Митрополит Макарий без всяких проблем в свое время спас Новгород от пожара. Просто побрызгал на пожар, чем... Фальстарт у вас. Святую воду. Святую воду, конечно же, браво! И, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, лицей увеличивает отрыв 50-30. Следующий бой! Итак, внимание, это не просто мой призыв. Так называется тема пятого боя. Никита, пятый бой, внимание. Анатолий. Анатолий. Юлия. Анатолий против Юлии, вперед! Поехали. Этот звук означает сигнал. Внимание всем. Да. Общая тревога. Звук? Я не знаю такого звука. Общая тревога. Прошу. Юля, может, вы знаете? Можете изобразить? Тяжка? Сирена. Сирена. У-у-у-у! Да, 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 да. Продолжаем тему. Это нужно сделать, услышав сигнал. Внимание всем. У-у-у! Что же нужно сделать? Да? Приготовить пищу на три дня. О, не-не-не-не. Да, на год кофе на мели, посади среди цветов, 40 розовых кустов. Юля, у вас есть шанс, Сирена? Нужно идти в место, где есть средства. Понятно, нужно никуда не идти. Нужно сначала включить радио или телевизор. Узнать, что, собственно, случилось и куда идти. Вот, ребятушки, вы не путайте, а то зазвучит сирена, вы на три дня будете готовить пищу и куда-то идти с ней. А все, все, ЧС какая-то накроет и все. Ребятушки, радио и телевизор. Играем. Его объявляют при угрозе сильного ветра. Да. Штурмовое предупреждение. Отличный ответ, браво. Спасибо. Такой приемник нужно приготовить и всегда иметь, чтобы служить сообщение во время чрезвычайной ситуации. Да. Автономный. То есть? То есть на батарейке. Отличный ответ, да. Может свет выключиться, а вы не знаете, что делать. Лучше такой приемник всегда иметь в семье. Не всегда интернет вас может спасти во время чрезвычайной ситуации. Вот вы набираете ВВВ, а уже света нет. И заканчиваем. Эти три слова звучат, когда угроза воздушной тревоги миновала. Так, три слова. Там была воздушная тревога. Граждане, воздушная тревога. И вот наши зенитчики отбили вражеские самолеты. И три слова. Отбой воздушной тревоги. И отбой нашей дуэли игры. Вернитесь к командам. Лихо начали Анна с Виолеттой. Но вот мужики рванули. И 60-35. Отрыв уже значительный. Тест игра. Тест игра. Наше маленькое централизованное тестирование на тему безопасности. Три варианта. Нужно выжать кнопку и назвать правильный. Никита, кто готов? Евгений. Евгений, Анна у вас? Я. Анна, это последний ваш выход. Вперед! Поехали. В дивизии белорусского МЧС первым минается А. Профессионализм, Б. Отвага, С. Честь. Да. Профессионализм. Конечно. Профессионализм, отвага, честь. Так он звучит. Играем. После событий 11 сентября верхние этажи небоскребов предлагалось оснастить. А. Канатами, Б. Беревочными лестницами, С. Парашютами. А фальстарт у вас? А нужно смотреть на лампочки. С. Парашютами. Парашютами. Плюс. Здесь так что? Меня прекрасно слышно, но если вы нажмете кнопочку раньше, очень строгий у нас, очень строгий у нас электронный судья. Играем. В случае кораблекрушениях спасательные шлюпки нужно подплывать. А. Со стороны борта, Б. Со стороны кормы и С. Со стороны носа. Со стороны кормы. Конечно, чтобы не завалить шлюпку или чтобы она не наехала на вас. Плюс действительство. Отлично. Если при отравлении не удается вызвать рвоту, нужно А. Выпить еще воды, Б. Принять активированный уголь, С. Вызвать скорую помощь. Да. Вызвать скорую помощь. Это правильный ответ. И заканчиваем. Перед нападением собака А лает, Б. Приседает, С. Машет хвостом. Время. Да. Приседает. Приседает. Лучше закрыть горло, выставить перед руки, чтобы она вам не перехватила что-нибудь важное своими зубищами. После тест игры очень быстро и счет 90-55. Анна чуть-чуть подтянула свою команду к лидеру. У нас слайвера. Играем. А вот на слайвере ничего жать не нужно. Вы видите перед собой что-то хорошо вам знакомое и называете, что же это означает. Тема сегодняшней слайд игры – знаки пожарной безопасности. Кто профессионал у вас? Александр. Македонский. Да. Хорошо. У нас Юлия. Итак, Александр против Юлии. Вперед! Начинаем мы с выигрывающей стороны. Прошу вас, Александр, первый слайд. Тишина. Тишина. Возможен взрыв. Если бы вы не лидировали, я бы, наверное, засчитал. Итак, прошу. Взрыво опасно. Взрыво опасно. Невозможен взрыв, а взрыво опасно. Это точный ответ. Мне говорили, что в МЧС любят точность. 10 очков на подборе сейчас заработала. Юлия. Юлия, слайд для вас. Выход эвакуации. Да, эвакуационный выход. Причем дверь открывается влево. Да, вот она, левая дверь. Хорошо. 15 очков. Играем мы с Александром. Александр, слайд для вас. Пожарный гидрант. Пожарный гидрант. Великолепный ответ. Так. Юлия. Запрещается тушить водой. Блестящий ответ. Мне добавить нечего. Александр, прошу слайд для вас. Спасибо. Спасибо. Возможно поражение током. Отлично. Возможность поражения, опасность поражения электротоком принимается. Хорошо. Играем мы с нашей замечательной Юлей. Юлия, для вас. Тишина. Тишина. Действие какое-то. Держи. Опущу вот так вот. Секунды истекли. Юля. Три. Нельзя прикасаться, а то может бобахнуть. Прошу, Александр. Разрежено разбить стекло. Да, разбить стекло. Если там за ним ключ, кнопка какая-то. При опасности разрешается разбить стекло. Действие стекло на подборе взял наш Александр Македонский. Саша, прошу. Тишина. Пожарная сирена. Нет, не могу это принять. Прошу вас, Юля. Нет, профессионалы. Кнопка пожарной трубой. Нет, это средство пожарного оповещения. Средство оповещения о пожаре. Там может быть, конечно, и пожарная сирена, но еще много другого. Не зашчитывается. Так, Юля, для вас. Тишина. Запрещается ставить перегородки перед эвакуационным выходом. Запрещается загораживать выход. Ай, 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 ай. Загораживать перегородки. Ну, как бывший филолог. Не могу я это принять. Прошу вас, Александр. Не загромождать выход. Не загромождайте выход. Браво. Вот теперь Саша абсолютно был точен. 10 очков свои поднял, Саш. Тишина. Пожарные рукава. Пожарные рукава. Неправильный ответ. Юля. Первое слово было правильное. Что такое? Точное значение этого знака, точное название пожарный крам. Что бы знало. Прошу, Юля. Нельзя пользоваться открытым огнем. Блестящий ответ. Ну и заодно курить нельзя. Открытым огнем тоже пользоваться нельзя. Итак, 140, 110. Мои аплодисменты Александру и Юлии. Блестяще сыграли. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, риск игра. Вперед. Риск игра. Единственная игра у нас со штрафами. Плюс 20 очков за правильный ответ. Минус 20 за неправильный. Никита, кого отправляете в этот решающий бой? Пойду я. У вас был один выход всего. Держал себя в резерве до последнего. Командир Анна, кого отправляете вы? Юлию. Итак, Никита против Юлии. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ А в звукобезопасности мы повторяем темы нашей дуэлигры. Обмороженные места растирать снегом, массировать, смазывать жиром, помечать под горячую воду. Какого слова не хватает? Да. Запрещено. Запрещено или нельзя? Да, да. Нельзя этого ничего делать. Плюс 20. ЧС. ЧС. Звычайные ситуации. ЧС бывает природного характера. И какого еще? Техногенного. Блестящий ответ. Профессионал. Сказка. Ложь. Во время этого стихийного бедствия в книге о Маугли объявлялось водяное перемирие. Да. Землетрясение? Нет, не землетрясение. Хотя какую-то букву вы угадали в начале. Тишина. Юля. Будете отвечать? Если ответить неправильно, будет минус. В общем, терять вам нечего. Водяное перемирие. Воды мало. Мало. Все? Ай. Ну. Засуха. Да, это засуха. О, пожалуйста. Так, за два вопроса до конца резкой игры. 160-130. Все еще возможно. Спасатели в истории. Спасатель по имени Барри спас в швейцарских Альпах более 40 человек. А был этот Барри кем? Да. Сербернаром. Сербернаром с собакой. Браво. Ну и заканчиваем нашу риск игру. Внимание. Внимание. Согласно Иоанну Богослову, вострубившие ангелы сообщат о чем? Да. О чрезвычайных ситуациях. А, конкретно. А какой вот Иоанн Богослов, апокалипсис, а что же за чрезвычайная ситуация сообщают вострубившие ангелы? Наводнение. Понятно. Никита, будете стоять? Я не буду отвечать. Что вы неужели не знаете? Вот ангелы вострубили при апокалипсисе, и что наступает? Землетрясение. Понятно. Ну вы не жали кнопку, конечно же, можно отвезти в что угодно. Редушки, конец света наступит, а у нас конец игры, последний вопрос. Вопрос 180-110. Блестящего вида лицея АМЧС. Итак, в течение нашей игры за безопасность мы много чего интересного узнали о безопасном поведении, о чрезвычайных ситуациях. И надеюсь, вам это пригодится в жизни. Ну, это вообще наша цель. Смотрим пятерку, получаем десятки. Но в нашей замечательной игре все-таки диплом первой степени достается лицею при Гомельском инженерном институте МЧС Республики Беларусь. А диплом второй степени нашей замечательной команде из Красного, которую вот лично я приглашаю на наши следующие игры, наши регулярные игры. Как и лицеистов блестяще играли, хотя первый раз, первый раз в нашей студии. Браво, Красная! От нашего постоянного партнера, от самомойки, мойки самообслуживания на объездной 4G, на Солнечной, где за смешные деньги можно помыть и прополисовить автомобиль, купить автохимию. Вот у меня еще тортик лучшему сегодняшнему игроку. Кстати, к тортику прилагается жетончик на мойку самообслуживания. Я думаю, он пригодится либо вам, либо вашим родителям. Очень рекомендую, кстати. И я бы, конечно, спросил студию, как и что, но все-таки я в этом болоте самая большая лягушка. Я тут самый главный, я тут самый ведущий. И совершенно безопасно, потому что наши замечательные лицеисты очень выдержанные, очень спокойные и очень щедрые люди. И я бы хотел лучшим игроком сегодняшнего матча объявить человека, который смело против вот таких вот орлов вышел в самом начале игры и рванул свою команду вперед, воодушевил своих девчонок. Юля, это вам. Безопасность вы теперь знаете. И теперь приходит время подумать о душе, подумать о духовном. Следующая наша игра будет посвящена христианским ценностям. Большой международный турнир знатоков православной культуры. Фавор будет в гостях у нашей студии. Так что с Богом. Но, тем не менее, с Богом-то с Богом. На Бога надеюсь, я и сам не плашаю. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Субтитры сделал DimaTorzok